Итак, чат, у нас тут есть кое-что, кое-что. Топ-10 ужасов США в сравнении с Россией. Давайте посмотрим, давайте. Актуально, я считаю, актуально. Актуальненько, актуальничко. Хотел сказать, как с шебачком выиграть, но давайте, давайте посмотрим. Как плохо жить вражь. Давайте сначала узнаем, почему США сосёт. В Америку там и свобода, и богатство, и вообще мёдом намазано. Ну, как говорится, хорошо там, где нас нет, и даже актуальненько. Самое большое разочарование в США, которое мне поведали люди, которые там были, это бургеры, чат. Нет, нет, нет. Несмотря на то, что это там очень популярная штука, они оказались там не такими вкусными, блядь, пиздец. Короче, это пизда боли. Я тоже думал обратное, блядь, да. Это прям разочарование. Это, вы знаете, это предательство, я считаю, от Америки. Просто ножом в сердце просто. Ты такой думаешь, ой, я приеду в Америку, там, поем вкусный, сочный, охуенный, гигантский бургер с классной картошкой. Ты приезжаешь, нихуя подолго. Конечно, там есть наверняка место, где готовят очень вкусную еду, понятное дело, но если мы говорим об общем правиле, нет такого. А мы смотрели первую часть, ребята? Я просто не помню. Шаурмы там нет, там есть шаурма, она по-другому называется. И не путать с мексиканской едой, там есть именно шаурма, но она как-то по-другому называется. Короче, там есть хрень с лавашом и мясом, вот эта вот штука. Она есть, она по-другому называется. Да, кебаб может быть, да, может быть, кебаб. Общественным транспортом. Живешь ты в каком-нибудь городе какой-нибудь области посреди России матушки и вдруг собрался поехать в деревню, помочь бабуле в огороде. Чешешь на автостанцию, садишься в автобус и едешь. Параллельно ругаешься на плохие дороги, вонят бензина и дорогой проезд. А теперь представь, что общественного транспорта нет. Вот совсем. В Нью-Йорке, конечно, можно добираться на метро, а в Бостоне даже трамвайчики ходят. Но речь не о крупных городах, а о частном секторе, где живут многие американцы. Ты же помнишь эти уютные семейные домики из голливудских фильмов? За городом про такое понятие, как междугородний автобус, знают далеко не везде. Маршруты проложены по всем важным дорогам, но расписание бывает с большими неудобными провалами. И не доедешь ты из одного поселочка в другой, если у тебя нет своей машины или с ней что-то случилось. Так что добираться со своей деревни надо либо на собственной тачке, либо автостопом. Либо отваливать фигову гору монет за такси. Девятое место. Но, кстати говоря, насчет автобусов и так далее, это вправду проблема, только есть одно но. Первое. Детей довозят в школьные автобусы, им не нужно идти на метро или делать что-то такое. Дед, а как было во втором Варкрафте? Вот, это первое. Во-вторых, взрослые все, которые живут за городом, имеют автомобиль. Да, если он сломается, то добираться действительно будет проблематично. Нужно будет пользоваться какими-то другими вещами. Но у них автомобиль имеет вообще вся семья, причем очень часто даже по два автомобиля. Из-за крайне развитой лизинговой системы у них получить автомобиль очень просто. И его потом можно обменять на новый автомобиль, продолжая, грубо говоря, выплачивать за автомобиль. То есть там такая вот система интересная. То есть там, грубо говоря, обычный плеб сможет себе взять какой-нибудь Porsche охуенный. Она де-факто будет не его машина. Но он будет на ней кататься не один год, а потом может взять Porsche новой модели, сдать этот и как бы продолжить просто так кататься. Ну, то есть, по сути, это будет не его машина, но как бы он с ней проведет хуево кучу лет. Это если вы хотите какую-то крутую тачку, да? Но можно взять и обычную. То есть там очень это развито все, поэтому там проблемы, например, нет с автотранспортом в этом плане. То есть, как бы, короче, это хуйня, блядь, а не минус. Вот. Они там этот минус уже, грубо говоря, профиксили другими вещами. Поэтому это вообще не минус. Просто зверские кондиционеры. Во многих штатах погода весьма жаркая, и кондиционеры кажутся настоящим спасением. Но если в российских магазинах и других общественных местах ты испытываешь кайф, зайдя с жары в прохладное помещение, то в Америке почувствуешь себя пингвином. Холодина адская. Они ставят свои конди и градусов так на 17-18. Ну и, казалось бы, не особо холодно, не замерзнешь. Но теперь представь, что ты зашел в такое помещение с настоящей жарище. Как в морге такая, вот ты заходишь такой с улицы, у тебя все дрожит. Уж не знаю, как они не простывают с такими перепадами температур. Для сравнения, в России и Европе летом в самую жару кондей ставят как минимум на 22 градуса, чтобы было свежо, но все же комфортно в летней... Но это тоже такой минус, я не знаю особо индивидуального характера. ...одежде. Так что если в следующий раз ты увидишь в каком-нибудь американском шоу, как местные ходят в помещениях куртках и шапках, не удивляйся. У них там реально дубак. Восьмое место цени... Ну это вообще, это какая-то, ну это херня, конечно, полнейшая. ...ценники в магазинах. Ценники в магазинах. ...нас в магазе, будь то ближайшая пятерочка, бутик с модным шмотом или онлайн-кипермаркет, на ценнике указана ровно та сумма, которую ты должен будешь заплатить, то в США все не так. Указывается реальная цена товара, а при оплате с тебя сверху возьмут еще налог. Делают это потому, что у них от штата к штату отличаются налоги. Но вот это, кстати, это первое более-менее объективное дерьмо, реально, это да. А сами цены по стране как бы одинаковые. Вот и приходится либо прибавлять в уме, либо ходить с калькулятором. Они, быть может, и привыкли, но, по-моему, вообще бесполезно. Про налог это да, это жизненная тема. Когда цена на кассе окажется больше, блин, почему вы сразу не пишете финальную цену? У меня самого был подобный опыт, заказывал знакомому в Америке подарок с онлайн-магазина. Нашел, оформил, а к оплате, как оказалось, надо еще около 6%. И это я заказывал. Причем, да, знаете, что самая большая проблема, как уже сказали, от штата... Гремест призывает тебя к себе, он хочет, чтобы ты провел с ним какой-то... Знаете, что в чем самая большая проблема? Штатов в Соединенных Штатах очень много, и у них и вправду очень сильно бывает различается налоговая ставка там по разным каким-то вещам. И, то есть, ладно бы вот вы, например, знали, что Кока-Кола это всегда плюс 6%, условно говоря, да? Это все равно неудобно, но какой-то хотя бы единый налог. Но нихуя подобного. Где-то, условно говоря, вы заплатите сверху, блядь, бакс, а где-то вы заплатите, блядь, 50 баксов. Ну, это утрированный пример, конечно. И постоянно тебе, блядь, нужно понимать это. Вот сейчас... ...взвал только один товар. А если ты накидал целую корзину ништяков, представь, насколько больше получится итоговая цифра в момент оплаты. Так себе сюрприз. Седьмое место. Плохая еда. Это первая дерьма. В супермаркетах продается куча готовых блюд, которые достаточно разогреть в микроволновке. Или можно сходить за копейки. Но вредность американской культуры потребления пищи, это тоже еще одна проблема. Вот серьезно. У них это... У них из-за того, что вот так все развито, экономическая модель вот настолько построена, вот на всем этом большая конкуренция, придумывается много разнообразной, всякой всячины, вкусной и так далее. И она очень вредная, иногда прям просто пиздец. И да, это тоже правда. В какой-нибудь Макдоналдс или китайский ресторанчик и пожрать от души. Но если ты хочешь приготовить нормальный домашний обед, вот тут ты столкнешься с реальной проблемой. Блять, ну что за деревенщина. Итак, аноны, мне нужны люди, шарящие за твич. Пропагандируют идеи того, что в Рысе все забись, а в шли других странах хуи сосут. Конкретно за одного чувака оттуда. Может это быть проплаченный стример, который среди игр реакции действительно по-умному задвигает идеи правительства. Спасибо нам за 50 рублей. Фрукты и овощи скорее будут вымыты, очищены и порезаны, чем в привычном нам виде. Недавно наткнулся на удивление американке, что русская кулинарная блогерша сама чистит морковку. Она никогда такого не видела. Крупы в Штатах тоже не айс. Обработаны настолько, что ничего от вкуса и пользы уже не осталось. Я уже молчу, что нет такого разнообразия, как у нас. А про гречку, например, многие вообще не слышали. Некоторые решают эту проблему тем, что ездят на фермы и покупают натуральные продукты. Но там и цены дороже, и по времени надо полдня потратить, чтобы съездить за покупками. Сомнительное удовольствие. Шестое место. Поддержка молодых мам. Российские мамочки спокойно уходят в декретный отпуск за пару месяцев до родов, а потом сидят с ребёнком. Блядь, у нас на самом деле поддержка молодых мам зашла настолько далеко, что аж бабки формят, блядь. Для регионов на самом деле поддержка и вправду пиздец какая ощутимая. Для регионов. Реально пиздец. Вот эти выплаты для них, это вообще забей, нахуй. Ком полтора-три года с сохранением места работы. И при этом ещё выплаты получают, всякие материнские капиталы и посуды. Да, ещё у нас, ну чисто для меня, немного раздражающая хуйня. И у нас часто этим спекулируют. Когда в декрет уходят, скрывают беременность, хуярят на работу, а потом такие, я беременна, пока! А у них, и это пиздец, блядь. Ну они просто кидают работодателей. То есть бабы такую хуйню проворачивают. И это, конечно, пипец. Вот эта вот защита, вот вы знаете, вот вы знаете, это та суть, это вот та херня в России, которая, ну, которая на самом деле реально заебись. Но народ извратил и это. Вот у нас нихуя нормального никто никогда не сделает. У нас либо творит хуйню власть, либо если власть делает что-то нормальное, творит хуйню народ. Вот, бесполезно. Бесполезно, просто бесполезно. Спекуляции наебалово. Использование во вред другим себе в пользу. Бесконечно, просто. Никто не может честно, блядь, никто. Все видят в этой хуйне не типа, о, молодцы, хотя бы это сделали. Все видят такие, о-о-о, ща я наебу. Недовольны, мол, мало денег дают, плохо помогают. Да ладно. А что в Америке? Секретного отпуска там нет в принципе. Работаешь до последнего. В роддом можешь поехать прямо с рабочего места, если уж никак не потерпеть. После рождения ребенка... Бля, вот честно, кидайте у меня камнями, я за то, как что было в США. А у нас по-другому никак. Ну это вообще забей. Просто, блядь, просто забей нахуй. Забей, это... Женщина может посидеть дома 12 недель. Естественно, ни копейки от государства не получив, а дальше либо выходи на работу и оплачивай услуги няни, либо увольняйся и становись домохозяйкой. Пособия молодым матерям? Не, не слышали. Пятое место. Разные законы в разных штатах. Ты можешь спокойно путешествовать по России, зная правила дорожного движения и все основные законы. Но, учитывая, что у них закон работает эффективнее, я бы не назвал минус того, что у них в разных штатах разные законы прямо минусом. Действительно, это может быть немного неудобно, но одновременно под неудобствами в этом скрываются и определенные удобства. Ну так что здесь, конечно, полный пиздец. Я скажу так, от закона нет никакой пользы, если его не соблюдают или его не исполняют. Поэтому, блядь, законы могут быть вообще самые охуенные. Так что, а по факту... Вот у нас, например, в СНГ проблемы даже не с законами. У нас в целом, вот плюс-минус, они очень похожи и у нас достаточно неплохие, в целом, достаточно грамотные законы. У нас, конечно, тоже есть свои лазейки, свои юридические ошибки внутри законов, какие-то недостаточно четкие формулировки где-то, еще что-то. Но в целом, а не заебись, проблема заключается не в самом законе, а в его исполнении. У нас отвратительное, безграмотное, ужасное исполнение законов. Вот какая проблема. Не в самом законе как таковом, а в его исполнении и то, как его применяют. Вот, блядь, где основная вообще проблема нашего закона сидит. Вот мы закон можем менять сколько угодно, сделать его просто идеальнейшим. Но если его продолжат так же использовать, как вот используют сейчас, это просто не имеет никакого значения. Абсолютно. Оно просто бесполезен, блядь. ...накосячил, можешь влезеть на... Поэтому, конечно, блядь, предъявлять США за то, что у них в разных штатах законы разные, учитывая, как они у них там работают. У них, конечно, тоже дохуя произвола. Например, у них... Вы знаете, что у них творится в тюремном секторе? Я, блядь, когда посмотрел нахуй, я думал, что это Рафлян ебало, блядь. Я нахуй в жизни бы не подумал. Короче, чат, там такая схема, вы просто охуеете. Короче, если супер вкратце, это просто пиздец. Смотрите, смотрите. Это не шутка, вы можете все это прочитать и посмотреть. Есть целые документалки американские от правозащитников, в том числе, касательно этой истории. Смотрите. Как я помню, ситуация и так устроена. Есть тюрьма. В этой тюрьме, допустим, 100 человек. Есть компания, и она частная. Она частная. Эта компания не государственная. И внезапно у этой компании, ой-ой-ой, сын премьер-министра стоит. Ой-ой-ой. Или сын губернатора. Ой-ой-ой. Ну, случайно. Ой-ой-ой. Короче, здесь стоит какой-то парень. Какой-то парень. Очень довольный собой. А теперь знаете, что делает этот парень? Я не помню, платит ли он за это, но, по-моему, платит. Короче, он скупает этих чуваков из тюрьмы. И отправляет их работать на какую-нибудь хуйню. И получает за это кучу лавандоса. Там целые тюремные корпорации. Я точно не помню, как внутри это устроено. Но... 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 Но можно это прогуглить все и посмотреть. То есть это не рофл. Я когда на это посмотрел, я одновременно восхитился американцами. Потому что американцы это реально народ бизнеса. Вот кто, блядь, что бы ни говорил, эти ребята делают бизнес из всего. Из всего, блядь. Они могут сделать деньги из всего, блядь. Просто из всего. Блядь, из... Но с другой стороны... Но с другой стороны... Это реальная модель рабства. Я не шучу. Но самое смешное заключается в другом. Там есть политические скандалы в каких-то штатах, по-моему. Или городах, я точно не помню. А строятся они на следующем. Есть чувак, который продает чуваков. И этому чуваку недостаточно чуваков для продажи. И внезапно, вот в этой вот тюрьме, за какой-то промежуток времени, растет количество осужденных и заключенных. И у этого парня внезапно появляются люди для продажи. И он их продает. Это вообще... Вот. И там вся суть строится именно на этом. В общем, можете глянуть. Я не знаю. Это тюремные корпорации называются. Можно даже сейчас попытаться пробить. Не знаю там. Продажа заключенных на работы в США. Ну, например. Не знаю. Так, это другое. Как же они называются-то? Начали выпускать заключенных из-за чего-то. Начали тысячи заключенных. Так, это не то. Как частные тюрьмы пророщают американцев в раб... А, вот, наверное, что-то такое. А, да! Там еще это построено все! Блядь! Точно! Забыл важный фактор! Забыл! 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 Там построена вся эта система еще на частных тюрьмах! Вот! Еще очень важный фактор! Там, короче, тюрьмы, как бизнес! Они частные! Блядь! Да-да-да! Там есть частные тюрьмы, блядь! Не государственные! А, например, вот я взял и построил тюрьму! Типа, блядь! Вот! И там сидят заключенные! В общем-то... Вот! Ну, короче, вы поняли! Вот я уже нагуглил! Можете почитать! Тут есть ссылки наверняка на разные источники и можно потом с помощью этого найти оригиналы! Очень забавная хуйня и очень крутая одновременно! Это, о, ну, блядь! Рил, 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 рил пиздец! Трав или даже в тюрьму рягу присесть! Ну, например, в Северной Дакоте ты можешь ездить за рулем уже в 14 лет! А в Нью-Джерси раньше 21 года тебе никто не даст полноценные права! В Джорджии задержат за пьянство в общественных местах! А в Миссури бухариков никто не трогает! В Коннектикуте могут посадить, если ты вдруг решишься продать свой курсач одногруппнику! Круто, да? Короче, если собрался навестить тетушку в соседнем штате, тебе придется пробежаться по их местным законам! Ну, мало ли! Четвертое место. Неискренность! Наши часто приводят в пример американцев, мол, они такие все улыбчивые, дружелюбные, всегда готовы помочь! Да ничего подобного! Американец только вежливо спросят, а я окей! Но на самом деле всем на всех плевать! Это, это кста правда! Вот скажи мне! Это кста правда! Уже, не знаю, мне дохуя людей об этом сказал, кто был в Соединенных Штатах Америки, а никто смотрел! Это, это правда! Это менталитет! Это менталитет! Это менталитет! Это такая форма общения! У них принято быть очень вежливым, вот так вот! Но это вообще ничего не значит! Абсолютно! От слова совсем! Вообще! И даже не отражает реального отношения к вам! Абсолютно! То есть, вот у нас в этом плане проще! Ты реально можешь плюс-минус определить, как к тебе относится человек! Там это сделать очень трудно, потому что менталитет общения с другим человеком, он вот, вот такой вот он, так построен! В чем сила? Дежурная вежливость! Ну, типа того! Я, конечно, утрирую, все люди разные, вне зависимости от страны проживания! Но эта показная американская вежливость для русского человека не пример для подражания, а наоборот, очень даже раздражающий и бесящий фактор! Те, кто долго живет в Америке и приезжают к нам, наоборот, отмечают, как приятно видеть эти злобные и угрюмые лица прохожих! Ведь они настоящие и живые! Третье место! Не, вот это мне на самом деле, вот серьезно, мне в этом СНГ нравится в миллиарды раз лучше! Вот, вот, кто-то говорит, знаете, многие говорят, пусть на меня лучше будут смотреть лживые, но счастливые лица, а я вот не соглашусь! Я хочу, чтобы на меня смотрело угрюмое лицо, если я не нравлюсь, и улыбчивое лицо, если я нравлюсь! Потому что я так лучше контролирую ситуацию, блядь, я банально себя лучше чувствую, безопаснее, я хотя бы понимаю, что происходит вокруг! Потому что, в остальном, вот это вот непонятно, да, просто даже непонятно, как с человеком общаться! То есть, банально, непонятно, как с человеком общаться, если он постоянно лживо тебе строит, там, очень тяжело! Я, наоборот, вот за прямоту в этом плане! Проблема с работой у приезжих. Главная ошибка наших людей, которые пускают слюни на Штаты, это мысль, что там сразу будут получать несколько тысяч баксов и жить ни в чем себе не отказывая. Это не так. Даже если ты с хорошим образованием, опытом... Россия — страна для грустных, а ты, кстати говоря, вот зря смеешься, сейчас модно быть грустными, и ты знаешь, как российская антиутопия популярна на Западе? Вот эта атмосфера российской антиутопии. Ну, на самом деле, очень заебись. И, честно говоря, в этом есть большой шарм нашей страны, вот правда. Вот как бы, как бы, что где не было разъебано, вот серьезно, в этом есть определенный, определенный шарм. Я об этом уже не раз говорил. Ты не сказал, что? ...работы, прекрасным знанием языка, все равно не факт, что сразу возьмут на высокую должность. Предпочтут местного чувака с местным образованием... Только не для людей, живущих тут, но вот, наверное, надо говорить за себя. Например, для меня заебись, правда. ...разованием. И очень частый вопрос, особенно в местностях, где народ голосовал за Трампа, а собираешься ли ты домой, товарищ студент? Или ты тут собираешься оставаться? Ну вот, у тебя время, давай-давай-давай-давай отсюда. А ты, если приедешь в страну просто так, без предложения работы, будешь начинать, как подавляющее большинство иммигрантов, с курьера, разносчика пиццы, официантов забегаловки, мерчендайзера в супермаркете и медленно расти по карьерной лестнице. Недаром считается, что самое успешное поколение – это дети иммигрантов, которые либо уже родились в новой стране, либо переехали маленькие. Они видели, как пашут родители и сами добиваются успехов. Так что, если ты хочешь богатой и успешной жизни для себя, прожив более-менее спокойную и не слишком напряженную молодость, 300 раз подумай, чего сможешь добиться в Америке. Второе место. Дорогое образование. Вот, кстати, о местном образовании. Конечно, можно уехать сразу после школы и поступить уже в США в колледж, и тогда шансы подняться сильно повышаются. Но надо понимать, что образование там оооочень дорогое. Есть... И вы знаете, что в чём самый парадокс? Вот образование в США. Это одно из самых необразованных населений, блядь, в мире из цивилизованных стран. Среднестатистический американец очень плохо образован. Это не шутка. И не моё мнение, если что. Это просто рофл, блядь. Вот я когда... Когда некоторые вещи узнаёшь, вот просто, блядь, шок-контент. Гранты на обучение для из... Маргинал просветил? Вообще не смотрю маргинала. Серьёзно. Абсолютно не нравится его контент. Самых-пресамых заумных батанов и реально толковых ребят. Можешь попытаться с ними посоревноваться, вдруг прокатит. Но если ты простой смертный, то берёшь кредит на учёбу и потом... У нас у всех тут тоже по 200 IQ, но ты на самом деле можешь смеяться очень много, но среднестатистический чувак из СНГ гораздо более образован человека Соединённых Штатов Америки. В этом-то весь прикол. Те, кого мы считаем здесь тупыми, там, в принципе, нихуя не тупые. Нормальные. Нормальные. Так что... Плачиваешь его лет так 10-15. Работа... У нас в России, в СНГ вообще абсолютно другой уровень образования. Всё это время по специальности. Думаешь, почему там люди не женятся и не рожают до 30-40? Потому что они такие прогрессивные? Да нифига, им просто некогда. Они пашут на выплату кредитов. В Америке, если ты никому не должен, тебе никто не верит. Ты должен... Кстати говоря, без шуток, это тоже правда. У них кредитная система развита настолько, что... Блядь, просто пиздец. Понятие наличности там... Когда мы говорим о большой наличности, там, например, нет такого практически, чтобы ты мог, не знаю, за наличку купить, блядь, дом или апартаменты. То есть здесь, например, в России, это сложно, но встречается на, блядь, миллионы раз чаще. Там за наличку купить, просто пойти и взять, блядь. Это, блядь, это да, это да. Это интересная ситуация. А еще там очень сильно на это реагируют налоговые органы. Там налоговая очень хорошо работает, не как у нас в СНГ или в России. Там налоговая работает настолько хорошо, что все платят налоги. Все платят и не пытаются их скрывать, как правило. Есть, конечно, рискованные ребята, которые пытаются скрывать, но потом, как правило, их все равно рано или поздно настигает кара налоговой. И им выписывают чудовищные штрафы. Так что налоговая там реально жесткие, ребята. Мы тут быть должным. В общем, как в России, не прокасит. Получил бесплатно за счет государства диплом менеджера, устроился работать в любую контору и никому ничего не должен. Хотя чего я о менеджерах? Любую хорошую, престижную специальность тоже можно получить бесплатно. А потом в частную тюрьму. Для этого не обязательно быть гением, достаточно желания. Поэтому зовут умных людей из других стран, переманивая деньгами. Да, 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 да. Это правда, это правда. Но давайте признаемся, Америка перенимает людей не только своими деньгами, а также своей культурой. Американская культура одна из самых популярных в мире. И эта культура нравится практически всем. Их культура выглядит очень привлекательной для других народов. Именно поэтому их культура так легко распространяется и так легко приживается. Не только из-за пропаганды этой культуры, в которую вложено очень много денег и средств, но и потому, что она действительно привлекательная. Это очень важный фактор. Поэтому, когда людей переманивают США, их переманивают не только деньгами, но и культурой. То есть, они уезжают в США, потому что им нравится окружающая культура этого государства и народа. И при этом у них еще дохуя денег. То есть, им вообще охуенно. Они живут лучше, чем американские граждане обычные. Потому что они приезжают туда и чисто кайфуют. Потому что у них есть деньги для того, чтобы потреблять плоды этого государства. Пока обычный работяга въебывает там за 45 тысяч долларов в год, за 50 тысяч, да? И там, блядь, от зарплаты до зарплаты живет. Вот всякие чуваки, которых переманивают в крупные компании умников из других стран. Они просто, блядь, чисто кайфуют в этих странах. И просто потребляют то, что она дает. И упорство. И первое место. Перебор столицы. Сколько? Ну, 45-50 тысяч долларов плюс-минус. Зависит от профессии. Но в большинстве своем что-то около того. Но вы должны понимать. Вы сейчас, наверное, думаете. Охуеть это, если 50 тысяч долларов поделить на 12 месяцев. Это же сколько денег получается. Ебать они богатые. Но поймите, экономическое устройство внутри государства совсем иное. Налоги совсем другие. И там все устроено совсем иначе. Стоимость недвижимости и прочее, 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 прочее. То есть у них цены не как в России. Вот если бы цены у них были как в России. Но при этом они зарабатывали такие деньги. Они бы, блядь, просто богами были бы. Они, ну, они просто бы пиздец. Они, ну, кайфовали, бля, по жизни. Можно было просто на жопе сидеть и кайфовать, блядь. Но, к сожалению, это так не работает. И обычным гражданам, обычным, самым обычным работягам, коих большинство, им приходится жить от ЗП до ЗП. А учитывая, что у них кредитные, кредиты очень сильно развиты и позволяют тебе взять под очень маленькие деньги дом, машину. И ты реально, вот здесь, например, в России, если ты возьмешь ипотеку, ну, блядь, это пизда. Это пизда. А у них там вот такие ставки. Вот такие. Ты берешь, блядь, свой собственный дом и платишь, блядь, вот-вот так вот. Вот-вот так вот. Вот прям вот так вот платишь. Но они берут не только дом, машина, блядь, еще-еще много очень вещей, потому что культура такая. У них это нормально. Вот у нас, например, не очень много людей имеют кредитные карточки. Большинство из вас имеет дебетовые карточки, не кредитные карточки. А у них кредитные карточки имеют все люди. Причем по несколько штук даже. Это вот такая, вот так вот устроена модель. Совсем иначе. Безусловно, их кредитные предложения гораздо выгоднее наших. Мы даже рядом не стоим. Их кредитная система, она вот живет в 2020 году, а наша кредитная система в СНГ, она живет в 2002 году. Вот такая у нас разница. Но все равно это давит. И есть одна проблема. Если там по каким-то причинам ты натыкаешься на большие траты, условно говоря, у тебя какая-то болезнь, которая не покрывается страховкой по стоимости, или у тебя там, блядь, полное увольнение с работы и так далее, вот эта вот крутая штука, она начинает как снежный ком уничтожать твою жизнь. И там, опять же, много очень историй про выселение из домов, про то, как отбирают имущество и так далее. И очень важно, в Соединенных Штатах очень строгие законы касательно частной собственности и вообще собственности. Она работает не только в случае, чтобы защитить ваш дом от грабителя, но и в другом. Если ваш дом, условно говоря, под кредитом, под залогом, и вы его в процессе выплаты выплачиваете, например, в России, если вы не будете платить ипотеку, вы можете растянуть суды на года два, блядь. По больничному не прийти, по тому не прийти, то оспорить, все оспорить, ля, блядь, тополя. И вся эта ваше, вот это вот ваше выселение, оно может уйти, блядь, ну просто, блядь, полгода может пройти. Ну, ну, короче, пиздец, блядь. Это может растянуться вот на такой срок. В США такая хуйня не прокатит. Если у вас есть нарушения в выплатах, у вас, у них есть закон, который обязывает давать какой-то там срок на покрытие, вам отправляют предупреждение, потом выходит, по-моему, предписание, и вас выселяют. Все. Все. Никакой хуйни на год или два не получится сделать, как в России. Все решится очень просто. Там четкая регламентированная система. И она работает идеально. Вот, вот, раз, два, три, и все. И до свидания. Вот ты там можешь хоть обоссаться и обосраться, нихуя не будет. Ты пойдешь нахуй. Это бесполезно. Там очень строго работает закон в этом плане. Касательно собственности и прочей всей хуйни. Деверантность. Так что есть свои тоже нюансы. Но в целом, конечно, у них круто, блядь, круто сделано. Я могу одно сказать. Нам нужно как-то выстраивать экономическую модель в СНГ, чтобы мы могли адаптировать их систему, связанную с жильем. Это вообще пиздец, ребята. Каждый бы из вас сейчас был с квартирой и платил бы, блядь, по пять тысяч рублей, нахуй. Ну, не пять тысяч рублей, конечно, по десять, блядь. И платили бы по десять тысяч рублей. Это в Москве. А, блядь, какой-нибудь жопе, блядь, вы бы платили по пять тысяч рублей. То есть вообще пиздец. Там, ну, такая была бы смешная выплата, что да, дороже было бы снимать. Дороже было бы снимать квартиру. Я на полном серьезе говорю. Дешевле было бы взять ипотеку. Это не шутка. Вообще забейте, блядь. При том, что вы ее можете погасить досрочно. То есть вам никто не мешает. Вам не обязательно выплачивать банку десять лет, чтобы потом была переплата. Вы можете накопить и погасить досрочно. То есть какое-то время выплачивать по пять тысяч рублей, а потом хуяк, блядь, и сократить стоимость. Блядь, просто забейте. Это очень круто. Это очень круто. Все. Находясь в Америке, ты должен всегда следить за своим языком, чтобы ненароком никого не оскорбить. Назвать чернокожего чувака словом на букву «Н» это адская обида. Можно по морде получить, если будешь открывать перед... Такую имбу можно устраивать. Ну, на самом деле, это опять же, надо понимать, это очень опасная имба. Если у тебя жизнь очень стабильная, то это... О, это вообще для тебя изи. Но если твоя жизнь нестабильная, ты можешь реально нарваться на огромные проблемы. Барышня, дверь тоже не поймут. К сожалению, наша экономика нестабильна. Это правда. Поэтому у нас эта система невозможна. У нас ставки по кредитам и по ипотечным кредитам вот так вот шароебятся. Вот так вот. Вот так вот шароебятся, блядь. Вместе с рублем. Вот так вот просто. Хуяк, блядь. Сегодня там ставка, не знаю, 9 процентов. Потом пизда случилась, блядь. Ставка 13 процентов. Просто, блядь, пф. И стоимость вот такая стала. Да, это забейте. Для нашей страны и вообще для СНГ это... Это сказка. Это хуй-хуй. Я не знаю, когда это будет вообще у нас. Мал, ты что? Считаешь себя сильнее? Сильной и независимой женщины? И еще неосторожной фразой можно оскорбить представителей национальных меньшинств, ЛГБТ, феминисток, полных или худых, старых или молодых инвалидов и просто больных. Я в целом за толерантность и уважение ко всем людям. Но они там реально уже перегибают. Тебе не кажется? Такое чувство, что уже страшно быть белым здоровым молодым мужчиной и гетеросексуальной ориентацией, потому что само твое существование оскорбляет кучу народа. Ютуб прекратил нанимать белых мужчин, чтобы поддержать гендерное и расовое разнообразие. Но, как ты впечатлился прелестями жизни в Америке? Все еще считаешь, что там лучше, чем у нас. Приведи свои аргументы. Но здесь много, конечно, хуйни напихали, что якобы плохо в США. Это абсолютно не так. Но есть здравые, да. Есть здравые вещи. Ребята, могу сказать так. Везде, блядь, отстой. Вот правда. Я жду, я жду, когда какой-нибудь психопат реально каким-нибудь образом, как Лелуш из аниме Кот Гес создаст свое государство, каким-нибудь непонятным хуем и скажет, что любой желающий адекватный чувак может туда переехать. Блядь, я просто, я нахуй беру, блядь, собираю манатки и говорю Hasta la vista, baby. Всем, всем, всем удачи. США, Европа, Россия, СНГ, всем пока, счастья, здоровья. Муа, муа, процветание, я поехал. Вот. Но, но пока, но пока не предвидится. Продолжение следует... Продолжение следует...